Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь24. С главными темами этого утра познакомлю вас я, Глеб Полянский. Начнём. В крае продолжается осенняя посевная кампания. Аграрии провели озимый сев на 110 тысячах гектаров. Прошедшие в последние дни осадки хорошо влияют на всходы. К тому же создают хорошие условия для зимовки, отмечают в Минсельхозе края. Самые большие площади засеяны в Троицком, Первомайском, Косихинском, Тальменском, Крутихинском, Зменогорском районах. По словам специалистов, озимые сеют для того, чтобы получить ранний и качественный урожай. В арсенале алтайских селекционеров есть несколько сортов озимых зерновых. Запасов семян достаточно для осенней посевной. Молочным хозяйствам края удалось увеличить объёмы производства продукции. В этом году они получили почти полмиллиона тонн молока. Прирост небольшой, всего 3%. Но, как отмечают фермеры, значимый. За 7 месяцев в среднем от каждой коровы получили по 3,5 килограмма молока. Это больше, чем в прошлом году, на 233 килограмма или 7%. Как поясняют в Минсельхозе, рост показателей достигли за счёт нескольких факторов. Кормить и содержать скот стали лучше. Последнего удалось добиться благодаря строительству, реконструкции и модернизации объектов животноводства. Добавлю, край находится в числе лидеров страны по суточной реализации молока. По данным Минсельхоза России, Алтайский край входит в топ субъектов с показателем более полутора тысяч тонн. Добавлю, алтайские компании отмечены наградами международного конкурса «Молочный успех-2022». Что вы знаете о необычных подарках? Алтайский учёный называет обнаруженных им пауков в честь родственников и друзей. Например, последняя его находка «Паук-волк» носит имя его школьного друга Сергея Агудова, Пардоза Агудови. Буквально кормят ноги, как и волка в известной пословице. Эти членистоногие не плетут паутину для жертв. Они охотятся по ночам на обрывистых берегах рек, где их и поймал Александр Фомичёв. Ногами где-то 2 см. Для паука это достаточно много. Поэтому не заметить его очень сложно. Дело в том, что когда ночью пауков набирают, у многих пауков в свете налобного фонарика ярко светятся глаза. Как у хищных зверей глаза светят, тут так же. Его видно бывает за 30 метров. Настолько сильно у него глаза отражают свет фонарика. Главное, вот в этом месте, в это время окажать. Нашли его в 2020 году в Рубцовском районе, в долине реки Кизиха. Кстати, по словам самого Александра, благодаря пандемии. Тогда ученых ограничили в командировочных маршрутах. Поэтому они тщательно изучали алтайскую природу. Пока на территории региона зафиксировано обитание 300 видов пауков. Александр описал уже 68. Правда, живущих не только в крае. Смеется, свободных имен близких для обозначений уже не осталось. В Барнаульском зоопарке зебра Василий встретил подругу Зузу. Она приехала из Нижнего Новгорода. Забавный момент встречи опубликовал у себя на странице директор зоопарка Сергей Писарев. Василий тепло встретил соседку. Пользователи соцсетей отметили, что между ними возникла любовь с первого взгляда. Напомню, Василий стал барнаульцем в мае прошлого года. До этого он жил в Красноярске, в Роевом ручье. Зебра считается породой лошадей, но в отличие от домашних лошадиных пород, зебры более своенравны и агрессивны. Спортсменка Татьяна Зябкина из Ребрихи завоевала серебро среди женщин в весовой категории свыше 68 килограммов на чемпионате России по карате. На днях он завершился в Казани. 320 спортсменов из 39 регионов России боролись за звание чемпиона страны. Результат Татьяны Зябкиной позволил ей снова войти в состав национальной сборной. Уже скоро она выступит на международных соревнованиях в Ереване. А у меня все к этому часу. Еще больше новостей на нашем сайте katun24.ru и в группах телеканала в социальных сетях. Хорошего дня, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин